Друзья, в этом видео мы разберемся с секретами сеточных ботов. Первым делом давайте перейдем к теории. Сеточные боты или грит-боты лучше всего работают, когда рынок находится во флете, то есть без резких изменений цены на криптовалюту. Алгоритм работы в классическом виде предполагает за собой выбор диапазона, в котором мы ожидаем, как будет двигаться цена. Наш грит будет отрабатывать каждое движение вверх и вниз на графике относительно нашего выбранного диапазона, при этом покупая дешевле, продавая актив дороже. Как итог, мы всегда покупаем дешевле и продаем дороже наши активы. Перед тем, как глубже погружаться в сеточных ботах, хочу вам напомнить, что в каждом видео, посвященном торговле ботами Трикомас, размещены промокоды на 90% скидку на месячный тариф ПРО для новых пользователей. Чтобы использовать промокод, вам нужно зарегистрироваться на платформе Трикомас по ссылке, указанной в описании, и успеть первым применить этот код. И на этом бонусы не заканчиваются. В нашем Телеграм-боте вы можете поучаствовать в розыгрыше бонусов от платформы Трикомас. Ссылка на бота расположена в описании. Также в боте вы можете получить бесплатную пошаговую методичку по работе с ботами. В ней я детально проработал для вас все моменты по настройкам и управлению ботами, начиная от регистрации на бирже до более эффективных стратегий. Итак, с бонусами мы разобрались. Давайте разберемся, чем хорош грид-бот. В основном боты на криптовалютном рынке работают через получение каких-либо сигналов. Для начала сделки и завершения сделки. Но в случае с грид-ботами все иначе. Грид-бот старается заработать на каждом движении цены, покупая дешевле и продавая дороже. Цена вниз бот купил, цена вверх бот продал. И так постоянно 24 часа в сутки, пока бот не отработает все движения цены внутри сетки и пока цена не выйдет за пределы нее. Все, что от нас требуется, это указать нижнюю сетку и верхнюю, двигаясь по которой бот будет покупать и продавать монеты. С теорией мы с вами разобрались. Давайте теперь перейдем к платформе и на практике разберем, как создать своего бота и какие результаты он нам может принести. Итак, друзья, мы с вами переходим к практике. Чтобы начать создавать нашего грид-бота, мы должны нажать на эту кнопочку, нажимаем грид-бот и платформа нам сразу же предложит несколько готовых стратегий. Как вы можете видеть справа, это растущий, стабильный, на луну, реверс и свободное падение. Давайте разберем какой-нибудь из них, например, возьмем на луну. Режим торговли, каждый выберет сам, какой его интересует. Я нажимаю хорошо, я понимаю. В этих ботах представлены настройки, которые нам предлагает платформа Трикомас. Они такие более-менее базовые. Что же он нам предлагает? Во-первых, пару он сам выбрал за нас. Мы можем выбрать либо лонг, либо шорт, либо реверсал. Он предлагает нам работать с плечом 3Х. Здесь вы можете отредактировать свое плечо вплоть до 25-го. То есть с сеточными ботами мы также можем пользоваться и маржинально. Используя просто плечо. Смотрите, что же здесь есть дальше. Мы заходим в настройки. Платформа говорит, выставите верхнюю цену и нижнюю цену. Давайте разбираться, что это такое и как вообще на этом работать. Давайте возьмем, пожалуй, уже пример с более детальными настройками. И там мы с вами конкретно разберем, как же работает сеточный бот. Здесь я хотел вам всего лишь показать, что в принципе все уже достаточно автоматизировано и очень легко настраивается. Можно выбрать какие-то готовые стратегии, которые вы можете здесь посмотреть. Даже можете запустить на них бэктест. Вот сейчас я нажимаю бэктест и посмотрим, сколько принесла вообще стратегия, предложенная платформой 3Commerce за последние 120 дней. 188%. Как вам, друзья? Как по мне, это очень-очень хороший вариант. Но мы с вами давайте будем разбирать стандартного грид-бота, так как у нас с вами более такой обучающий материал, в котором я хочу вам донести вообще принцип работы, чтобы вы понимали. А дальше докрутить плечо или изменить какие-то настройки, это уже будет ваша задача. Перехожу в предыдущее меню, нажимаю растущий и давайте просто будем изменять настройки самого-самого ноля. Во-первых, друзья, мы будем с вами выбирать пару. Давайте рассматривать на биткоине USDT, потому что это самая ликвидная, самая надежная монета. Это я говорю о BTC, а не USDT. Что же мы дальше делаем? Смотрите, первое, что нам нужно сделать, это выбрать биржу. На какой бирже вы хотите торговать? Сегодня мы будем разбирать бота на вот этой Currency Bro. Следующий пункт это инвестиция. Смотрите, давайте запустим, например, пускай это будет 200 долларов. Ставлю ОК. Пока по настройкам у нас что-то не бьется, поэтому красная окантовка. Но мы с вами это все разберем. Давайте пойдем дальше. Чтобы более детально вам показать, как работает GridBot, давайте настроим на этом графике и я вам это буду объяснять. Смотрите, первое, это мы вставляем верхнюю цену. Получается диапазон, в котором мы будем работать, мы сначала выставим верхнюю границу, а потом нижнюю. Давайте будем смотреть. Пожалуй, раскинем эту сеточку, давайте, от 60 тысяч долларов. Мы сделаем очень огромный запас, конечно, никто так не делает, но для понимания это будет очень-очень наглядно. И выставим нижнюю сеточку. Давайте ее где-нибудь выставим на уровне 25 тысяч. И теперь мы с вами имеем вот такую вот интересную картину. Что же она значит? Давайте сначала разберемся со следующим показателем. Это шаг сетки. Это означает именно шаг, который мы с вами задаем между каждым ордером. Вот здесь в базе она стоит 0.6. Давайте для наглядности сначала поставим, допустим, 2, чтобы сеточка была немножко пошире. На ней я смогу вам более подробно рассказать, как это работает. Я раскрываю график и начнем немного рисовать. Как же работает Grid? Если мы с вами заходим с текущих значений, это будет означать, что на каждой красной линии бот будет продавать монету. На каждой зеленой линии он будет ее покупать. Здесь сразу же вытекает очень важный момент, что когда вы заходите в Grid бота, вы заходите не в USDT. Вы заходите наполовину в BTC, наполовину в USDT. Это может быть любая пара. Это делается для того, чтобы вы могли каждую сеточку следующую продавать. Вам ведь надо что-то продавать. И также у вас должен быть USDT, чтобы каждую сеточку покупать. Давайте представим, например, что график шел как-то вот так вот. Как раз мы с вами разберем, что происходит, когда мы будем выходить из сетки. Смотрите, у нас пересекает на первом движении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сеток. То есть у нас будет 7 ордеров на продажу. Эти ордера будут все одинаковые. Например, если мы расставляем по 10 долларов каждую сеточку, то каждый ордер будет 10 долларов. В связи с этим он будет продавать по 10 долларов каждую сеточку. После того, как рынок развернулся, мы уже с вами будем покупать. И каждую вот эту сеточку, начиная с этой вершины, мы с вами будем покупать. И получается, мы каждый раз покупаем дешевле, а продаем дороже. И с учетом того, что вот идет вот такая сильная волатильность, график режется и в одну, и в другую сторону, как раз мы на этом и зарабатываем. Далее давайте рассмотрим один очень такой важный момент, который мало кто обозревает, но о нем, конечно же, нужно знать. Давайте я уберу вот этот вот наш рисунок и создадим новый. Как вы понимаете, цена может идти в каких-то рандомных значениях, а потом она может куда-то выскочить. Либо вверх, либо вниз. Давайте сейчас будем рассматривать относительно этой картинки ситуацию, когда мы выходим вверх. Что же происходит с нашим портфелем? Иногда это бывает сложно докрутить в своей голове, поэтому я вам это расскажу. Так как мы с вами находимся на 50% в криптовалюте, на 50% в USDT, мы будем продавать криптовалюту, в нашем случае биткоин. И мы ее будем постоянно продавать. Считаю, что мы заработали на вот этом вот движении, когда цена просто ходила туда-сюда. Что же произошло, когда мы выскочили вверх? На этом значении мы с вами просто полностью вышли из актива. При этом мы остались в USDT. Получается, в стейблкойне. Когда мы выходим вверх из сетки, то мы с вами находимся в стейблкойне. Это очень-очень приятная вещь, потому что мы и так выходим с прибылью относительно каких-то движений вверх-вниз. Ну, улетела цена вверх, ну и ладно, мы находимся в стейблкойнах, потому что мы с вами торгуем алгоритмы, мы с вами не инвесторы и не надеемся на какие-то там огромнейшие тузымуны. И давайте рассмотрим ситуацию, когда мы выходим из сетки вниз. Во-первых, мы сначала торгуемся как-то, у нас есть какой-то заработок относительно этой волатильности, а потом мы выскочили из этой сетки. Что же здесь происходит? Смотрите, так как мы с вами находимся в биткоине и в стейблкойне, то есть у нас два актива на руках, пока цена падает, мы начинаем закупаться. И причем мы закупаемся усредненной ценой, потому что мы не покупаем сразу же актив, мы его покупаем по частям. При этом, во-первых, у нас усредненная цена на биткоин, получается мы его не купили, по 43 мы его купим по какой-то усредненной цене, например, по 38 тысяч долларов. Заработаем на всей вот этой волатильности, то, что актив ходил туда и обратно, мы с вами покупали и продавали. А когда цена уже выходит, вот в этот момент мы уже с вами находимся полностью в биткоине. Вы должны это прекрасно понимать. Здесь есть достаточно много интересных моментов, как можно это отработать. Один из таких вариантов я рассказал в отдельном видео, ссылка на который будет в описании. В двух словах, есть несколько вариантов. Давайте я уже выйду из этого графика. Первое, это смарт-трейды. Вы можете воспользоваться функцией смарт-трейд и начать продавать этот биткоин лесенкой. Либо же вы можете воспользоваться смарт-кавер. Это некого рода откупатор. Подробное видео, как это работает, есть также в этом плейлисте по Трикомас. Но есть и другие варианты. Честно говоря, в алгоритмическом трейдинге очень много вариантов, как можно выходить из своих сделок. И мы с этим как раз вот и разбираемся на этом канале. Давайте будем прикидывать. Захожу в грид-бота, теперь мы с вами знаем, что у нас есть на руках биткоин. У нас уже стейбл-коина нету. И что же мы с вами будем делать? Ну, во-первых, первое, можно запустить DCA-бот и начать шортить относительно уже имеющейся криптовалюты. Про DCA-боты мы также с вами поговорили. Но сегодня мы давайте будем с вами разбирать относительно грид-а. Допустим, у нас есть биткоин. И что же мы можем сделать? Смотрите, нажимаем, также переходим в настройки. У нас есть вот такая вот сеточка. Давайте перейдем на более какой-то низкий таймфрейм и посмотрим. Удаляю все, что нас уже не интересует. Мы сейчас с вами находимся в криптовалюте. Мы с вами можем выставить нижнюю сетку на уровень 43.825. Это то значение, на которых сейчас находится цена. И мы с вами надеемся, что цена будет повышаться. Если не будет повышаться, ну, мы в любом случае с вами находимся в биткоине и ничего страшного нет. Мы выставили с вами нижнюю цену 43.800. А верхнюю цену давайте сделаем 50 тысяч долларов. И как вы видите на графике, снизу мы с вами уже не будем закупаться. Мы будем только продаваться. Если будет примерно вот такая вот история, давайте посмотрим. Например, как-то график пойдет вот так вот. То мы заработаем на всей этой волатильности. И будем просто выходить по этим сеткам вверх. Здесь есть тоже несколько нюансов, как нужно правильно выходить. Чтобы по цене, например, 50 мы вышли из актива так, что у нас наш первоначальный портфель не стал меньше. Это несколько нюансов, которые нужно учесть. Мы можем с вами это обсудить в нашем телеграм-чате. Кстати, друзья, как раз есть видео на канале, и я его также оставлю в описании. Оно называется DCA плюс грид. Там идея немножко была другая. Когда DCA-бот закупился, мы его начали переставлять в грид. А здесь мы с вами относительно грид-бота закупились. И просто выставляем нового грид-бота. В этой ситуации можно разобраться и по-другому. Давайте рассмотрим еще один вариант движения цены. Здесь мы с вами пошли вверх. А может же график пойти и вниз? Конечно же, это не исключено. Мы с вами живем, друзья, в рандоме. И что же здесь происходит? На этих значениях мы с вами также находимся в биткоине. Но эту сеточку, которую мы с вами выставляли, чтобы зарабатывать именно на волатильности, на наших торговых ботах, мы просто ее передвигаем ниже и дальше ждем движения. То есть вариантов, как использовать грид-ботов, DCA-ботов, смарт-трейды, просто огромнейшее количество. И вы должны понимать, что нужно с опытом поднабраться некоторых технических моментов. Также хотел бы вам показать, как работает маржинальная торговля с сеточными ботами. Тут вам нужно переключиться на специальный аккаунт, который у вас есть, который поддерживает фьючерсы с плечом. И здесь вы сможете выбрать уже непосредственно маржинальность. Может быть это 3, 5, 8, вплоть до 25-го плеча. И это будет означать, что пересечение на каждой клеточке будет в 25 раз больше. Относительно прибыли или риска, я имею ввиду. Вариантов, друзья, масса. Также, друзья, хотел бы напомнить, что если вы регистрируетесь по реферальной ссылке, которая будет ниже в описании, вы получите 50% скидку на тариф PRO. А также скидку на месячный тариф, если вы хотите оплачивать платформу помесячно. И эту возможность предоставила мне команда платформа, как амбассадору своей площадки. А я предоставляю ее вам, нашему комьюнити, чтобы мы могли пользоваться высококачественными, крутыми инструментами с огромнейшей скидкой. Честно говоря, друзья, эта платформа – это новый уровень трейдинга. Сегодня мы с вами рассмотрели Гритбот, а этих инструментов огромное количество, и они каждый дополняют друг друга. И мы в рамках этого бесплатного курса обучаемся этой платформе полностью. И когда вы пересмотрите все эти видео в совокупности, вы можете себя называть гордо – трейдер. И, друзья, не забывайте делать бэктест своих стратегий. Будь это DCA-боты или Гритбот, всегда лучше воспользоваться какой-то историей, чтобы у нас было представление о том, как наш бот работает. Давайте прикинем в процентном соотношении какого-то бота. Давайте возьмем вот, например, на Луну, что этот бот нам предоставляет. Пара BSV USDT в заложенном вот этом рендже, который нам предлагает платформа, и мы нажимаем бэктест. Бэктест проходит за 120 предыдущих дней. Это не означает, что будет так же и в будущем, потому что график двигается у нас не влево, график двигается у нас вправо, и он может давать какие-то изменения. И вот на текущий момент, за историю в 120 дней, с вот этими настройками, бот принес 185%. Друзья, это очень много. Представьте, если вы торгуете 100 долларами, а если вы торгуете 10 тысячами или 100 тысячами, или миллионом долларов, в нашем комьюнити есть очень разные люди, с которыми, я думаю, вам будет, кстати, интересно пообщаться, так что заходите в наш телеграм-канал. Ну и на этом мы с практической частью с вами закончили. Итак, друзья, сегодня мы с вами разобрались с сеточными грид-ботами. Я считаю, у вас уже должны загореться глаза от всего функционала платформы 3Commerce. Но и это еще не все. В следующем выпуске мы с вами разберем, что такое сигнал-бот. Это достаточно новый инструмент, который поможет вам в реализации самых изощренных стратегий. На этом можно подвести итог. Сегодня мы с вами разобрались, как работают сеточные боты в теории и на практике. Собрали свой первый алгоритм, разобрали ситуации, что делать, когда бот выходит из диапазона, ну и, конечно, потенциал для заработка. И в завершении приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там выходят самые первоочередные обновления не только на алгоритмических ботов, но и криптоиндустрию в целом. В чате вы можете задать свои вопросы или просто обсудить свои стратегии. Помните, что комьюнити всегда дает буст в понимании, так как есть альтернативные точки зрения. Если вам был полезен этот выпуск, вы получили нужную для вас информацию, то обязательно ставьте лайк к видео и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. На этом я с вами прощаюсь. С вами был ваш криптобро Миша. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!